Платить по-новому. Депутаты Петросовета одобрили увеличение налога на имущество. В режиме шаговой доступности дополнительный офис клиентского обслуживания Пенсионный фонд открыл на Куковке. Плат в подарок. Страевые навыки карельские кадеты будут совершенствовать на новой площадке. Добрый вечер. О событиях четверга вам расскажут журналисты телеканала Ника+. Вы смотрите новости в студии Алена Сянти. Налог на имущество за 2017 год вырастет. Расчет будет производиться исходя из кадастровой стоимости жилья, а она максимально приближена к рыночной. Увеличение налога сегодня одобрили депутаты городского совета. Они пообещали, что возросшая сумма налоговых выплат не слишком сильно ударит по кошельку большинства петрозаводчан. В следующем году оплачивать налог на имущество будем еще по старой схеме, исходя из инвентаризационной стоимости. А уже в 2018 по-новому. Основной будет кадастровая стоимость, которая максимально приближена к рыночной. Так, за недвижимость до 4 млн. рублей сумма налога составит 0,1% от стоимости жилья. От 4 млн. рублей до 5 млн. – 0,2%. Свыше 5 млн. рублей до 300 млн. – 0,3%. Поднимать налоговую планку будут не сразу, а постепенно, а в течение 4 лет. Древлянка, дом 5. 50 квадратных метров. Инвентаризационная стоимость 921 рубль. Произойдет поэтапное увеличение. Первый год 936 рублей, второй год 950, третий – 965, четвертый – 979, пятый – 993. По словам чиновников администрации, минимальная ставка – 0,1%. Охватит основной жилищный фонд. Большую часть – пятиэтажных и девятиэтажных домов на Древлянке, Куковке, Ключевой и Перевалке. Кроме того, новое налогообложение является более справедливым, чем прежнее. Собственники квартир, введенных в эксплуатацию начиная с 2013 года, не платили налог вообще. Его высчитывали, исходя из инвентаризационной стоимости. Теперь собственники нового жилья, а это больше 11 тысяч квартир и более 400 домов, будут платить налог на имущество. Все деньги пойдут в городской бюджет. Наполнить казну по-другому пока не представляется возможным. Предложений по наполнению бюджета пока не поступало. Давайте все-таки будем конструктивны. Также депутаты проголосовали сегодня за то, чтобы малообеспеченным горожанам, чьи дети от полутора до трех лет не получили места в детском саду, продолжили выплачивать финансовую помощь. Выяснилось, что построить новый детский сад сложнее, чем найти деньги на ежемесячные выплаты. Возможности решения проблемы дефицита мест в дошкольных организациях у нас только за счет бюджета Республики Карелия. То, что и происходит в настоящее время, нам периодически передают в собственность муниципальную построенные дошкольные организации. Однако этих детских садов по-прежнему на всех не хватает. По словам Ирины Мирошник, в скором времени на Дреблянке появится детский сад на 320 мест, который построит один из застройщиков и передаст городу безвозмездно. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+. В Петрозаводске открылась новая лента. Гипермаркет на Куковке распахнул свои двери в 11 часов утра. Но на пути к большому магазину образовалась пробка, которая еще раз доказала городским властям, что дороги Куковки нуждаются в реконструкции. Любители шопинга мешают автолюбителям. Сегодня утром пешеходы непрерывным потоком двинулись к новому гипермаркету, расположенному в районе Куковских новостроек. На кольце организовали пост сотрудники ДПС. Им тут же нашлась работа. В потоке интенсивного движения произошла авария. Непростую дорожную обстановку можно было увидеть в полдень. Вечером здесь будет, судя по всему, еще более напряженно. В самой ленте находиться приятнее, чем на ее подступах. Новый гипермаркет больше своего старшего брата на Ленинградской на 2500 квадратных метров. Внутри просторно. Снаружи большая парковка на 600 мест. Пока самое трудное – это путь до новой ленты, который придется преодолевать в непрерывном потоке машин. Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам. В январе по 5000 рублей получат пенсионеры, постоянно проживающие на территории страны. На учете в Республиканском отделении пенсионного фонда более 240 тысяч получателей пенсий. В Карелии доставку разовой выплаты отделения связи будут осуществлять с 14 по 28 января. Точную дату можно узнать в почтовом отделении по месту прописки. И еще одна приятная новость для пенсионеров. На Куковке открылся дополнительный офис пенсионного фонда. В новом помещении клиентской службы организован прием жителей Петрозаводска и Прионежского района. На РОВИО-16А начал работу дополнительный офис пенсионного фонда Карелии. Прием граждан в новом помещении клиентской службы ежедневно ведут 4 специалиста. Здесь, во-первых, созданы современные условия, показания услуг. И самое главное, мы приближаем услугу к месту жительства. Услуга сегодня пенсионного фонда оказывается не только людям старшего возраста, но и молодежи, молодым семьям. Это и материнский семейный капитал, и соцвыплаты. Услугами нового офиса могут воспользоваться все жители Петрозаводска и Прионежского района. Привязки к прописке нет. Но, понятное дело, в самом выгодном положении жители Куковки. Для них действительно услуги в режиме шаговой доступности. Очень нравится. Мне вообще удобно рядом с домом. Офис, конечно, современный, красивый. Плюс вот у меня ребенок там сидит. Я пришла с ребенком, он занят, он меня не отвлекает. У него игрушки. Я очень довольна. В современном офисе предусмотрен туалет для посетителей. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новосельем пенсионный фонд обязан представителям социально ориентированного бизнеса, которые предоставили и отремонтировали это помещение. В таком офисе у человека пенсионного возраста содержится хорошее настроение. Он видит хорошее обслуживание, он видит привидливый персонал. И в этом огромная заслуга руководителя пенсионного фонда Карелии, лично Николая Ивановича Левина, потому что вот то внимание, с которым относится к нуждам своих клиентов, ну, уже стоит просто уважения. В планах руководства регионального отделения пенсионного фонда улучшение условий для приема граждан в здании на Лыжной 2Б и открытие в середине декабря еще одного дополнительного офиса на Чапаева 5. Алена Сянься, Евгений Евдокимов, Иван Медведев, телеканал Ника+. Воспитать человека. Так называется Всероссийский педагогический конкурс, в котором приняла участие и стала его лауреатом Петрозаводский инструктор по физкультуре Татьяна Гопоненко. Сегодня ее занятие в детском саду номер 71 посетил глава республики. Ей и всему педагогическому коллективу Александр Худеланин сообщил о грядущем повышении зарплаты. Татьяна Павловна работает с детьми уже 43 года. 30 из них в саду номер 71. Ее занятия уникальны. Это и походы в лес, и фитбол, и даже парашют. Чтобы привлечь детей, чтобы дети не боялись и чтобы любили физкультуру, надо придумывать все новые и новые технологии, так сказать. Я стараюсь сделать его интересным и стараюсь сделать так, чтобы дети не боялись ошибаться, не боялись пробовать. Многие воспитанники сада продолжают заниматься спортом спустя десятилетия после выпуска. Именно с занятий Татьяны Павловны начался спортивный путь олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой. Когда она была маленькой, я мечтаю, я хочу стать актрисой, как Наталья Аррера. Еще хочу заниматься художественной гимнастикой, стать чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой, а потом быть тренером по гимнастике. Вот ее мечта осуществилась. Работу педагога оценили на всероссийском уровне. На профессиональном конкурсе «Воспитать человека» Татьяна Павловна стала лауреатом. Поздравить лучшего инструктора по физкультуре пришел глава республики. О педагогическому коллективу детского сада Александр Худилайнин лично сообщил приятную новость. У нас уже подготовлена метода стимулирования как раз низкооплачиваемых категорий работников детских дошкольных учреждений. И сегодня более 100 миллионов заложено на стимулирование, на повышение оплаты в бюджете уже с 2017 года. Деньги планируется распределить по районам республики. Истами муниципалитеты займутся повышением зарплат педагогам детских садов. Маргарита Михайлова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. Новый строевой плац появился у Карельского кадетского корпуса. Такой подарок кадетской школе-интернату сделали председатель попечительского совета Сергей Катанандов и руководство ПСК «Строитель». Даниил Ярков учится в 10-м классе и носит звание заместителя командира 7-го взвода. Командует одноклассниками в отсутствии старшего по званию. Как и всякий хороший солдат, Даниил мечтает о генеральских погонах. И считает, что строевая подготовка – основа воспитания бойца. Плац появился у нас только в октябре. Для нас это очень важно, потому что у нас до этого были плиты положенные, и по ним не очень удобно было ходить строевым. А сейчас новым плацом нам удобно все устраивать. Полноценный строевой плац – это подарок от председателя попечительского совета корпуса Сергея Катанандова и руководства ПСК «Строитель». Сергей Катанандов подчеркнул, что школа-интернат не ставит перед собой цель подготовить кадры для службы в армии. Здесь мы не ставили никогда таких амбиций. Самое важное, чтобы ребята выросли патриотами, гражданами России. А кем они будут работать на границе, в милиции или станут инженерами – это не самое главное. Двери кадетского корпуса открыты для всех. Среди учеников есть дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Сейчас в кадетской школе-интернате учатся почти 200 воспитанников с 5 по 11 класс со всех районов республики. Мария Кравцова, Иван Медведев, телеканал Ника+. В Петрозаводске – Дни Швеции. В этом году цикл культурных мероприятий решили приурочить к 40-летию побратимских отношений карельской столицы и города Умио. Символом дружбы станет реконструкция знаменитого дерева желаний на Онежской набережной – совместный проект карельских и шведских дизайнеров. Дни Швеции в Петрозаводске открылись семинаром творческой индустрии в городской среде. Его участники обсудили развитие прибрежных территорий, в первую очередь вдоль рек. Как рассказали шведские гости в городе Умио, речные набережные давно стали особой городской средой, комфортной для жителей, с променадами и зонами отдыха, а также всевозможными скульптурами и арт-объектами. Территория для семейного отдыха, релакса, пробежек – это всегда здорово. Это привлекает людей. В центре Петрозаводска две реки – Неглинка и Лососинка со своими уникальными ландшафтами. Благоустраивая «не хочу», как признался главный архитектор карельской столицы, комплексного проекта. Реконструкции этих территорий пока еще нет. Зато есть замечательные дизайнеры и архитекторы, которым эта задача по плечу. Вопрос именно о финансировании. К сожалению, вопрос этот главный. И когда нет средств, даже если есть идеи, мы ничего не можем сделать. Также на семинаре обсудили реконструкцию знаменитого дерева желаний на Онежской набережной. Обновлением подарка от города Умио займутся карельские и шведские дизайнеры. Дерево желаний появилось на городской набережной 20 лет назад. Когда-то его ветви украшали колокольчики. Однако звенел арт-объект недолго. Бубенцы таинственным образом исчезли. Теперь на их месте появятся скворечники. По словам авторов проекта, арт-объект станет более интерактивным и практичным. А на набережной будет больше птиц. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал Ника+. Это все новости к этому часу. В студии была Алена Сянти. Всем приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова